В этом году, 12 декабря, наша страна отметила 25-ю годовщину принятия Конституции Российской Федерации. Главный закон государства, который мы имеем сегодня, это уже пятый вариант документа. Попытки создать Конституцию принимались с 19 века, но лишь спустя почти 100 лет. В нашей стране появился основной закон, который во главу угла поставил личность человека. Об истории Конституции в ходе открытого урока в праздничный день школьники смогли поговорить с депутатом ЗСК Виктором Чернявским. Мы живем в правовом обществе, в котором государством гарантированы образование и медицина, свобода слова и вероисповедание. Все эти и многие другие гарантии закреплены в главном законе страны Конституции. О важности знать ее детям рассказывают со школьной скамьи. Любая тема становится понятней и интересней, когда ее преподносят из первых рук. А кто может рассказать лучше о главном законе страны, чем тот, кто сегодня находится в центре законотворческого процесса? На открытый урок, посвященный четверти века существования Конституции Российской Федерации в шестую школу прибрежного сельского поселения, пришел депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский. Старт к праздничному уроку общество знания дала учитель высшей категории Виктория Пранько. В 1993 году при участии профессиональных политиков, аналитиков, которые разрабатывали эту Конституцию, был принят новый, разработан новый проект, который тоже новшество у нас впервые в истории, как была принята Конституция Российской Федерации. Используя знания, полученные на уроках истории, на этом уроке общества знания, ребята самостоятельно пытались разобраться, что такое Конституция и почему Россия целый век шла к созданию ее в том виде, в котором мы знаем ее теперь. После слова взял депутат ЗСК Виктор Чернявский. Историк по образованию, он проработал в школе много лет, потому провести урок общества для него было интересно. А школьникам было вдвойне интересно слушать не просто педагога, а педагога, имеющего большой опыт работы в органах власти, и на практике, знающего, как принимать законы, и какую роль в жизни каждого человека играет Конституция. Главный закон страны, на конкретных примерах из повседневной жизни Кубани, что может быть более доступно и понятно. Знать законы – это обязанность каждого жителя России. Особенно важно это молодежи, которые строят будущее страны. Вы, 18 лет исполнится, сможете принимать участие не только в выборах и умирать в среде, но и сами уже в органы местного управления сможете избираться. А начинать нужно с чего? Вы же любите эту душку? Хотите, чтобы она была лучше? Вы создаете тоже свои органы, где ваш голос слышит, да? Управлять – это я отвечаю. А давайте мы пойдем в парк, пройдем в порядок, а давайте мы бабушке и дедушке кому-то поможем, а давайте мы на первокласснику обратим внимание, потому что вы растете как управленцы, как личность. Минимум, где вы будете управлять – это своей семьей. Максимум – вы должны управлять государством. Либо придя раз в год на выборы, либо сам, как кандидат, пройдя этого горнила, и став депутатом, управленцем. У учащихся шестой школы была прекрасная возможность задать депутатам ЗСК свои вопросы. Молодежь интересовала отношение Виктора Чернявского к изменениям в пенсионной реформе. Нужна ли стране оппозиция, и что нужно для того, чтобы стать хорошим депутатом? Я очень люблю бывать в школах, в аудиториях студенческих. Очень люблю, когда мне рассказывают взрослые, как что хорошо и прекрасно. Я люблю общаться, конечно, с детьми, потому что через их глаза, через их ответы, понимаешь, что создавая условия внешние, но не стены, в конце концов, и парты учат, а учат те педагоги, родители, которые их воспитывают. Конечно, и даже на этом уроке, сегодня в ходе пребывания я увидел ряд проблем, которые мы обсудим со взрослыми. Мы не должны запрещать детям свободно мыслить, но, знаете, взращивая дерево, его нужно и подрезать, и подкармливать, и удобрять, чтобы был хороший урожай. Сам по себе растет и кабурьян, поэтому мы должны внимательно относиться к этому поколению, которое лучше нас, но которому нужно помогать в становлении. Мысли и опыт, которыми поделился Виктор Чернявский, дали сегодняшним выпускникам много пищи для размышлений. Виктора Васильевича было очень интересно слушать. Он сразу же с первых минут внушил мне доверие. Беседа была увлекательной. Ответил на многие наши вопросы, которые мы давно хотели уже ему задать, так сказать, наболевшие. Мне понравился этот урок. Понравился он из-за того, что рассказали нам как раз-таки о правильных политических действиях по отношению к нашей стране, и что нужно делать для того, чтобы наша страна развивалась, и люди жили хорошо. Главное, что дает Конституция, это наши права. Но зная их, нужно не забывать и об обязанностях. Очень точно об этом сказал Лев Николаевич Толстой. Если ты видишь, что устройство общества дурно, и ты хочешь исправить его, то знай, что для этого есть только одно средство – то, чтобы все люди стали лучше. А для того, чтобы люди стали лучше, в твоей власти только одно – самому сделаться лучше. Мария Климова, Игорь Иванович Угов, программа «События».